Сегодня мы в Музее Аркадия Александровича Бластова открываем выставку. Выставка – это опыт десятилетней работы Всероссийского пленэра, передвижной школы пленэрки «Селёвские зори. Сохраняя культурное наследие». Это преемственность, преемственность учителей и учеников, так же, как она существовала у Бластова с Виктором Васильевичем Киселёвым. Пленэр уникален, он уникален тем, что, вот я точно знаю, что в России и за рубежом есть пленэры, посвященные разным художникам. Но в нашей Ульяновской области уникальность этого проекта в том, что мы открываем каждый раз новые имена художников, родившихся в Ульяновской области, так или иначе их прославивших, известных или малоизвестных, но наших, ульяновских соотечественников. И каждый год пленэр посещает новое место Ульяновской области. Вот в этом году, в 10-й пленэр, посвящение было потомкам помещика Шатрова, художникам Трофимовым, Вадима Вадимовича Трофимова. Это внук Шатрова, помещик Шатров, у него была сухонная фабрика в Измаилово. И вот в Измаилово как раз проходил этот пленэр у нас в этом году. Ирина Вадимовна, она тоже художник, это уже правнучка Шатрова. Если внук был известным советским художником-анималистом, то правнучка художник-декоративный преподаваемый искусств. Ей сейчас довольно много лет, поэтому она приехать не смогла, но участники пленэра просмотрели великолепную презентацию. И в этой презентации рассказали о династии Шатровых, о том, какую деятельность он просветительскую проводил в свое время. Ну и в этом пленэре, как всегда, участвует большое количество участников разных городов. В пленэре всегда участвуют, ну, во-первых, люди, профессиональные художники, заслуженные художники России, которые руководят пленэром, показывают мастер-классы и являются членами экспертной комиссии конкурса. Потому что все желающие по окончании пленэра могут поучаствовать в конкурсе при желании. Конкурс имеет статус всероссийский и довольно значимый. Ну и поскольку у нас участвуют в нашем пленэре члены союз художников России, из разных городов, то союз художников тоже является у нас таким вот соорганизатором этого мероприятия. И вот один из экспертов, который у нас ежегодно участвует, это заслуженный художник России Станислава Петровича Слесарский. И это представители Москвы Самсонова Виктория Витальевна. И это художник из Казани Чучева. Неоднократно приезжает к нам художник из Протвино Московской области Федор Валентинович Помилов. Молодой художник, очень интересный, очень неожиданный. То есть пленэр – это место, где люди собираются не только показать себя, но и раскрыть свои возможности, свои способности, глядя на других. Вот, например, в этом году молодые художники наши, Ульяновские, из молодежной секции нашей организации Алексей Адамович и послушалка Кирилл, да даже член Союза художников Валерий Кузнецов настолько неожиданно в этом году раскрыли себя какие-то новые техники, какой-то новый взгляд появился. То есть мы привыкли, что эти художники работали в предлевной манере. Вот, но вот это вот общение творческое и с детьми, и со студентами. У нас постоянно участвуют студенты Пенсинского художественного училища. Они тоже из разных городов, из Самары, из Сызрани, из Губкина. В этом году у нас были учащиеся в Белгородской области. И студенты, и дети, учащиеся в школе искусств, художественных школ. Мы о них потом поговорим отдельно, о каждом. Все они набираются опытом, утверждаются в своей будущей профессии. Но это особенно касается выпускников школ искусств, которые начинают общаться со студентами. И вдруг понимают, что да, это как раз то самое дело, которому они хотят посвятить свою жизнь. То есть это такое объединяющее, вдохновляющее и очень важное. Но еще очень важный момент, о котором всегда говорят взрослые художники, это, конечно, воспитание подрастающего поколения в духе любви к своей малой родине, в духе патриотизма. Что сейчас очень необходимо, ну и изучение истории искусства своего края. Это третья по счету выставка, которая открылась в честь юбилея нашего мероприятия. А начинался все вот как раз на Белом озере. И тогда родились вот эти вот стихи, которые очень такие вот созвучные. На Белом озере, где шепчут камыши, красивый пейзаж в любое время года. Монопленер туда с тобой поспешил из душных городов в объятия природы. Там ветер спит на крыльях стрекозы. Дуправленью прохладой манит со смехом. Дети убегают от грозы и утренней степи за туман. Где цветастый петух, пробуждая рассвет, горделиво пристал на заборе. Где у озера будто бы берега нет. Здесь цветут киселевские зоны. Нарисуем поля, где растут ковыли. Как пасутся стада на мугре у окошки воробьев, что купают с дружной пыли. И лесок, где купут ковы окошки. Нас время торопит. И нужно успеть подметить, что месяц похож на подковку. Запомнить в рисунке, запечатлеть. А утром поехать с тобой в Комаровске. Заплачет и в Комаровске на дочери. Подметит на погост, заросшую дорогу. Мы к Виктору Васильевичу зайдем и мыслям обратимся к нему. Наталья Викторовна встретит в мастерской, а дети станут так внимательнее и тихие. И где-то просека покажет нам рукой, которую отец ходил до Бреслонихи. Расскажет, как он с Пластовым дружил. Как на войне пришлось им непросто. И то, что он в Аковах пережил, дало зерно для творческого роста. Ступени творчества нам хочется познать. Какими глазами с Киселевым шли дорогами. Хотим все это нашим детям передать. И мы считаем их своими педагогами. Наши преподаватели, я и в том числе Губана Ислана Александровна, мы участники, начиная с самого первого кулинара. Каждый год мы ждем с терпением, когда же совершится это увлекательное путешествие в творчество, в природу. Чтобы не только мы, но и дети, наши ученики погрузились в это замечательное творчество. Чтобы рисовали и закаты, и восходы, и портреты, и пейзажи. Это все можно видеть на этой выставке в графике и в живописи. Наверное, мы будем ждать новых встреч. С 2016 года я вместе со своими учащимися учениками 8-й школы искусств участвую в ежегодном всероссийском школе-пленэре «Киселевские зори. Сохраняю культурные наследия». Для меня лично это тоже небольшой юбилей, несмотря на то, что в школе-пленэру уже 10 лет, я участвую в нем 5 лет. То есть, тоже такой небольшой юбилей. Для меня этот пленэр имеет особое значение, так как именно с этого пленэра начался мой творческий рост, потому что здесь, именно в Ульяновской области, я участвую в этом пленэре, стал набираться мастерства и вдохновляться творчеством ульяновских художников, а также приезжих художников, которые также участвуют в этом пленэре. Ученики, они как бы вместе с другими ребятами из других школ также смотрели и набирались опыта у других преподавателей других школ, у профессиональных художников нашей области, и также профессиональных художников, которые приехали из разных уголков нашей страны, причерпнули какие-то для себя очень необычные манеры, какие-то творческие техники, которые сейчас, я вот на протяжении нескольких лет, наблюдаю, как уже дети используют где-то у себя в работе, и у них достаточно интересно получается это все. То есть вот ребята, которые участвовали как раз-таки в школе пленэре, у них немножко свой взгляд и своя даже какая-то манера уже формируется благодаря этому пленэру. У меня также происходят изменения в моем творчестве, то есть из года в год я как-то меняюсь благодаря этому пленэру, и технически стараюсь меняться, и мое, как бы, качество, наверное, качество моих работ, как мне кажется, оно растет, и с каждым годом в нем все больше и больше творчества. Выставка 10-й Всероссийской творческой передвижной школы пленэра «Киселевские зори. Сохраняя культурное наследие» открыта. Нить, связующая творчество. Творчество, связующая нить. Нас теперь объединяет 50 работ учителей детской школы искусства, детской художественной школы, профессиональных художников Союза художников России. Здесь можно увидеть в залах музея Пластова. Благодарим преподавателей, участников «Киселевских зорь» и вручаем им каталог Аркадия Пластова. Спасибо. Спасибо.